А теперь у нас дата, да? Да. Давайте тогда мы сейчас с вами... Я запишу, а вы мне продиктуете. 02.08.1989. 02.08.1989 года, да? Да, это Илья. Да, да, да. Так, интересно. Здесь мы имеем дело с показателем отношений и семьи. И у Ильи... Ух ты, как Илья попал удачно. Значит, в показателе отношений у Ильи та же самая комбинация, что и у Михаила Задорнова. 10 дробь 1. Поэтому можно повторить для Ильи вот такую вещь, что его успех в отношениях, да, и способность получать любовь от тех, с кем он выстраивает отношения, зависит, первое, от его способности ставить цели, идти достигать их, не ожидая ни от кого поддержки, потому что ее просто не будет в отношениях, да? Но у него есть эта способность достигать поставленных целей. Но когда он идет к своим целям, выстраивая при этом правильное отношение, для Ильи очень важно чувствовать, а как люди себя чувствуют в этих отношениях рядом с ними. И ставить перед собой задачу, как водитель, да, когда я подъезжаю к перекрестку, я притормажу, смотрю влево и спрашиваю себя, никто не пострадает? Смотрю вправо, никто не пострадает. Но если я уверен, что никто не пострадает, я жму на газ и проезжаю через перекресток. Называется осторожно. Осторожно двигаюсь к своей цели, притормаживая и проверяя, а никто не пострадает. И вот у человека с кармейским долгом 10-1, по жизни такая задача, да. В особенности в данном случае, так как это показатель отношений, вступая в отношения с людьми, притормаживать, да, и проверять, а никто не пострадает от того, что я сейчас скажу, как я скажу, как я с человеком буду взаимодействовать, как он себя при этом чувствует, да, и стараться вовремя обходить острые углы и ни в коем случае не задевать человека. А такая возможность есть, потому что в сфере отношений Илья – танчик. Это его особенность. С ней нужно обязательно работать.